Всем и салам! В сегодняшней серии мы будем нарушать специально. Мы хотим узнать, насколько Сергек точно считывает. Скоростной режим сегодня пройдем. Сергеке полное разоблачение сегодня будет. И погнали, ну! Давай я нарушу здесь? Нет, мы сегодня... Подожди, мы сегодня же нарушаем. Давай нарушать везде по полной. Буду ехать по автобусной полосе. И зафиксирует ли это нарушение Сергек? Могло не сработать. Вот примерно отсюда и понеслась. Мы готовы? Поехали! И погнали! Итак, эксперимент первый. Превышение скорости. Мы сделаем несколько попыток на разных скоростях под Сергеком. И выясним, на какой из них нам прилетит штраф. А чтобы потом понять, какую именно попытку зафиксировал Сергек, на лобовое мы приклеим вот такие номера. Сверять спидометр мы будем с помощью GPS-целеметрии. Мы готовы? Поехали! Камера висит по Абаю между Саяна и Мамашилы. Направление на восток. Проехали Магнум, и вот она на столбе. Мы сейчас едем 60, да, должны? Да. По спидометру показывает 60, по GPS-сигналу 56. Есть погрешность, но в любом случае все спидометры врут. Об этом нужно помнить. Врут не всегда в большую сторону. Так, сейчас мы едем, получается, дубль номер 2. Второй замер скорости. Нарушаем! Едем 69. 69, я вообще мчимся! Едем под 70 по спидометру, но на самом деле не более 67. Заезд номер 3. Мы делаем 71. Мы едем 70, 71, 72, примерно где-то так. Главное, чтобы была скорость выше. Едем с явным превышением больше 70 и по спидометру, и по GPS. Могло не сработать в том месте. Мы же не знаем, где он снимает, правильно? Да, мы же не знаем. 40 метров, 30, 50, 100. Ну, в смысле, мы понимаем, что это какое-то расстояние, но в данном случае эта камера сколько берет? Мы будем чуть-чуть раньше нарушать, да? Блин, а вдруг она уже тоже засняла, это у тебя получается сколько штрафов? Короче, посмотрим. Сколько штрафов будет сегодня? Подожди, вы обещали, что это все снимется. Мы на это не подписываемся. Четвертый у нас заезд. Повтор нашей попытки с явным превышением скорости. 75 идем по спидометру, 71 показывает по GPS. Еее, все, теперь было точно 100%. Мы ехали на круизе, поставили 75. Я видел тот спидометр, вроде у меня тоже по дрэге было 75. Это, знаете, похоже на песню. Было, 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 и пришло, и пришло. И штраф пришел. Какой штраф будет тебя плачет потом? Короче, знаете как? Есть приложение колеса KZ, туда заходишь, штрафы. Если ты один раз уже проверял, то потом тебе не надо вот это все вбивать. Свои вот эти все ИИНы, МИИНы, РНН, табель за 8 класс. Да, да. Вот сюда заходим, штрафы. Вбиваем свой ИИН, так-так-так-так-так, продолжить. Он запоминает, сохраняет, и потом, когда к вам приходит штраф, он сразу же автоматически здесь появляется. Ха! Удобно? Пользуемся. Короче, вот смотрите, видите, 4 попытки. Как вы думаете, какую попытку зафиксировал и Сергей? Пишите в комментариях. А может, несколько попыток? А может, ничего и не зафиксировал? Последний замер, мы доехали до 80 аж. Да. Потом ты говоришь, сбрасывай, сбрасывай. Вот, 68, 69, 70. Угу, все. Все, погнали, дальше, следующая точка. Так, сейчас по Абай едем, снимаем видео о том, снимает ли Сергей, когда ты едешь по автобусной полосе. По идее, он должен снимать, но вот сейчас поймем. Он едет прям за троллейбусом, смотри. Немножко этот дубль, я смазался, немножко смазался. Почему? Потому что передо мной ехал автобус. Сейчас еще раз чистоганом просто по автобусной полосе. Ну, интересно, интересно, вот тот Сергей, он считал то, что я вот так сплошную пересек. Хоп-хоп-хоп, вот это все. Посмотрим. Вторая попытка и никаких помех. Машина проехала ровно по автобусной полосе. Я надеюсь, было. Иначе у нас, если честно, особо-то дубли ты не наделаешь. Все же в реал тайме снимаем. Неизвестно, какой бюджет вообще по штрафам выйдет, если мы вот так вот каждый дубль перезаписываем. Надеюсь, было в этот раз. Вроде было, вроде все классно проехали. Есть два варианта, где я обгоню автобус. Интересно, считал ли там Сергей мое нарушение, то, что я пересек сплошную в неположенном месте. И второй чистоганом просто проехал. Значит, смотрите, мы дали немножко времени, потому что какие-то штрафы сразу приходят, какие-то потом, вот спустя, ну, два месяца прожло, видите, вон, как оброс, а. Вот подождали немножко. Но, честно скажу, скоростной режим, эй, через пять дней сразу пришло. Ну, практически быстро, да. Смотрите, заходим, значит, мы на колеса. Так, штрафы. Проверить наличие штрафов. И... Танцуйте, письмо пришло. Счастливый человек. Так, скоростной режим 7293 тенге. Да, ты мне скидывал как раз не само предписание с Комкора. И вот оно тоже у нас есть. Есть фоточка, есть все детали. Скорость 74 км в час. Это вот как раз-таки наше превышение. Мы ехали тогда по круизу в 75. Показывала. Но мы не знали же, на какой линии он снимает. Да, да, да. Четвертая, четвертая попытка, которую мы вот... Молодцы, что мы вот это вот сделали ее. Четвертая попытка. Вот там как раз зафиксировал скоростной режим превышения. Предлагаю поехать сейчас на место. И прямо зафиксировать сколько метров от Сергека до момента. Поехали. Ну, у нас здесь рулетка. Вот это случайно, прям я и не знал. И померяем, сколько у нас там получилось. Погнали. Мы, значит, на месте, согласно предписанию, которое на картинке предписание есть. Вот мы примерно на этом месте. Вот оно, вот оно пятнышко. Как раз-таки где-то по центру машины. Ближе к заднему колесу. Ну, условно. Так, у нас где оно где-то? Где-то вот здесь вот нам надо отсюда мерить. Ну, давай. Вот, условно, здесь была линия бампера, да? Давай возьмем так. Ну, там у нас камера. Вот, примерно отсюда и понеслась. 26 метров ровно. Ну, значит, мы теперь точно знаем, что в данном месте камера, как мы и говорили, от 20 до 100 метров камера фиксирует. В данном случае 26 метров. Поэтому этот, вы не нарушаете скоростной режим, а ну, вам надо деньги кому-то отдавать. Кстати, обратите внимание, что камера сработала, когда у нас на спидометре было 75, а по GPS 71. Хотя вот здесь по предписанию у нас скоростемер зафиксировал 74 километра в час. Нарушение не отрицаем. Да, по обоим приборам это выше дозволенного порога в 9 километров в час. Но, делайте вывод, что накидывать еще 5-6 километров в час к нештрафуемому порогу, даже по GPS приборам, чревато штрафом. А порог срабатывания указывается вот здесь в предписании, черным по белому, 70 километров в час. И еще, мы сделали расчет расстояния, да, вот сколько мы проехали с явным превышением. И это получилось 118 метров. По данным разработчиков Сергека, камера видит машину уже за 100 метров. То есть мы уложились в рабочий диапазон камеры. Так что тут все четко. Ну что, перейдем к автобусной полосе. Давай, давай. Это вот как раз-таки про несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Ну вот да, вот это вот, то, что написано. Знаешь, с какой попытки зафиксировал Сергек? Знаю, ты же мне оба штрафа прислала. Прикиньте, оба два раза сделали, и два раза тебе, на тебе, пожалуйста, Русик, танцуй, два раза тебе, письмо тебе пришло. Свертый эксперимент. Вот мне особенно второй понравился больше всего, потому что ты здесь вот так вот машешь рукой. Я просто со всеми поздоровался, я всех был там рад видеть. Предлагаю опять показать замеры автобуски. Давай, да, надо мерить, показать, с какого момента работает камера. Короче, смотри, вот машину зафиксировала, вот она вот эта тень, просвет. Ну мы чуть-чуть дальше были, но тень в тот момент была напротив вот этой вот разметки. Вот этой разметки. А так как мы подальше, где-то вот примерно вот здесь. Погнали. Прикиньте, тоже 26 метров, а. Что, тоже 26? Тоже 26 метров, прикинь. Можем сделать вывод, что примерно везде на расстоянии 26 метров Сергек уже бьет. Понятно? В общем, ребят, можно сделать вывод, что Сергек стабильно, 100% фиксируется 25 метров. Ну погрешность, там 26, ну ну... У нас 26 получилось, но это все равно, да, плюс-минус, мы же на глаз там, ну это же все-таки такое. Вот такие вот городские реалии, 25 метров. А теперь вопросы для вас. Вот в следующем видео, как вы думаете, по мнению Сергека, сколько раз я там нарушил? Пишите в комментариях. Я не подсказываю, ты. Ну так что, в комментариях, да не подсказываю, ты. Короче, в комментариях пишите, и в следующей серии мы ее покажем. Блин, а в следующей серии мы же там вообще что по городу творили на красную, кто-то узнает, что у меня уже это в организме испужение даже немножечко было испугание. Да, 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 там на самом деле действительно непростые ситуации мы вытворяли ради контента, чтобы показать, проэкспериментировать. Проверить вообще, да, как Сергек работает. Значит, вы сейчас его посмотрите. А, чей комментарий наберет больше всего лайков, мы его в следующей серии обязательно и прокомментируем. Страшно наехать на красный товарищ. О, вот сейчас вообще как свет. Наверняка у кого-то по губам можно прочитать слово. Ну и чтобы не пропустить там колокольчик, подписка, все дела, вот эти честеречки. Комментарии пишите и к этой серии, которую вы сейчас посмотрели, и к будущей, которая будет. Ну естественно. Мы чуть-чуть тоже посмотрим, у нас будет время перед той серией записать. Любит поговорить на камеру, он серьезно забыл. Короче, пишите все ваши вопросы. До свидания. Ее!